Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые коллеги! Мы с вами снова на канале Психфарм ТВ, который всегда на вашей стороне. И благодаря нашему новому девизу мы открываем всё новое и новое в области психиатрии и медицины. Сегодня мы расскажем вам о совершенно новом классе препаратов. Надо вам сказать, что препараты нового класса вообще очень и очень большая редкость в медицине. И особенно это большая редкость в медицине, если этот препарат достаточно уже хорошо известен. То есть мы посмотрим на известный препарат совершенно другой стороны. Итак, для того, чтобы рассказывать вам об этом препарате, несколько медицинских терминов, которые надо усвоить. Вот когда препарат применяется внутрь, то есть перорально, как говорят, через рот, то он попадает в желудок, там измельчается, потом попадает в 12-перстную кишку и вот в кишечнике начинается всасывание. И очень важным показателем является биодоступность. Что такое биодоступность? Какая доля вещества попала вот в эту самую нижнюю полую вену, которая ведет к печени и уже через печень. Там в печени происходит очень часто первичная трансформация препарата. Часть этого препарата тоже перерабатывается в печени. Вот только потом это все поступает в головной мозг. Так вот, очень важно, какова биодоступность препарата. То есть какая доля препарата в неизменном виде всасывается в кровь, потому что только эта часть препарата может попасть в головной мозг и оказывать психотропный эффект. Обратите внимание, что бывает высокая биодоступность, 60-100% препарата в неизменном виде оказывается в этой самой полой вене нижней. То есть, соответственно, может достичь головного мозга 30-60% средней и менее 30% нижней. Вот мы для вас специально выписали биодоступность некоторых препаратов. Вы здесь видите, мы постарались биодоступность, данные по биодоступности по всем препаратам. К сожалению, видите, в некоторых случаях знак вопроса не смогли найти данные. Но вы отчетливо видите, что биодоступность у многих антидепрессантов средней, но чаще биодоступность высокая. У некоторых биодоступность препаратов даже выше 90%. ну например у препарата маклобимид видите видеть больше 90 процентов то есть очень и очень высокой биодоступность это понятно почему потому что препарат должен действовать не в кишечнике а должен действовать в головном мозге соответственно всасываться он должен в неизменном виде единственное исключение из этого ряда этот препарат вальдаксат бы о нем уже рассказывали всасывается в неизменном виде примерно 5 процентов а то и ниже это так называемая биодоступность то есть 95 процентов препарата выбрасывается из организма является бесполезным балластом еще некоторые отличия этого препарата от остальных антидепрессантов чем он вообще от остальных антидепрессантов отличается он отличается не только тем что он практически не всасывается но он отличается еще и по механизму действий мы много раз говорили что депрессия это усиление отрицательных эмоций ослабления положительных и это связано с дефицитом активности с падением активности серотониновых норадреналиновых дофаминовых нейронов из-за чего происходит вот эти неприятные проявления депрессии тоска подавленность безрадостность грусть хандра отвращение недовольство раздражение вот все эти самые побочные эффекты так вот как действует на эти самые на этого дракона как действует препарат под названием вальдоксан и так есть очень такой интересный механизм и они уже много раз рассказывали этот механизм является очень и очень слабым он является не основным механизмом у антидепрессантов он является механизмом как бы сказать таким третьестепенным но в то же время он есть дело в том что серотониновые нейроны могут контролировать активность но адреналиновых дофаминах проще говоря они эти норадреналиновые дофаминовые нейроны подавляют их активность и происходит это через гамк нейроны то есть нейроны которые работают на гамма аминомасляной кислоте и вот на них есть серотониновые рецепторы типа 2c через которых и И осуществляется торможение норадреналиновых и дофаминовых нейронов серотонином. Теперь, что же делает препарат под названием вальдоксан? Он блокирует серотониновые рецепторы типа 2С. Эти рецепторы не могут работать. И до некоторой степени норадреналиновые и дофаминовые нейроны оживляются. Но этот механизм очень и очень слабый. Более того, этот механизм существует у очень многих антидепрессантов. Вот здесь мы эти антидепрессанты выделили красным. Это и флоксетин, это и сетлопрам, это мопротелин, миансерин, мертозапин, амитриптилин, имипроминкл, имипроминтрозодон. То есть, у этих всех препаратов этот механизм есть. Может быть, он есть еще у других препаратов. Просто это малоисследованная проблема. Он нигде не считается значимым и важным. Я думаю, что многие даже врачи, которые сегодня нас послушают, они не знают, что амитриптилин может в конечном итоге действовать так же, как и вальдоксан. Почему? Да потому, что у этих препаратов основные механизмы действия более активные. Они совершенно другие. Они на слуху. Они обычно описаны в инструкции препарата. Третий компонент, который серьезно отличает вальдоксан от остальных антидепрессантов. Итак, первые два практически не всасываются. Второе. Чрезвычайно слабый механизм антидепрессивного действия. И третье. Что этот препарат по своей эффективности сопоставим с плацебо. То есть, с пустышкой. Здесь я ссылаюсь на собственную статью. Вот она, к счастью, в интернете есть в открытом доступе. Мы обязательно в описании ролика ссылочку вам дадим. Пожалуйста, можете читать. Так вот, там хорошо показано, что вот есть единственный антидепрессант, эффективность которого сопоставима с плацебо-пустышкой. Это препарат под названием вальдоксан. Таким образом, что такое этот препарат? Это, конечно, не антидепрессант. Потому, что серьезно отличается от антидепрессантов по целому ряду критериев. Биодоступности, эффективности воздействия на нейроны, сопоставимости по эффективности с плацебо. Соответственно, это, конечно, препарат скорее для улучшения кала. И мы уже об этом говорили. В этом смысле я считаю, что вальдоксан не должен, конечно, считаться антидепрессантом. И он должен составить, быть выделен в отдельный класс препаратов. Это уже даже, конечно, не психотропные препараты, потому что практически не действуют на мозг. Но эти препараты можно было бы назвать, обозначить как колоссанты. То есть препараты, которые действуют исключительно на кал. Спасибо вам за внимание. Если вам понравился наш ролик, вы можете нас отблагодарить. Найдете реквизиты счета в описании ролика. Мы бы очень хотели, чтобы вы подписывались на наш канал, ставили нам лайки, становились спонсорами нашего канала. Спасибо вам за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.